Это вечер на Спасе. Подошло время к главной теме сегодняшнего дня. Святейший Патриарх Московский в Сиерусе Кирилл призвал всех молиться о нашем воинстве, пастерски окормлять военнослужащих, поддерживать их духовно и материально. Россия – это реальная альтернатива абсолютно тупиковому развитию западной цивилизации. «Сегодня мы действительно впереди со своими идеями, со своим целеполаганием, со своей верой, со своим патриотизмом», – сказал Патриарх. «Особое внимание необходимо уделять мобилизации прихожан». Что это означает и какую помощь может оказать каждый из нас? Поговорим с нашими гостями. Рады вас приветствовать. Отец Петр, наш тоже дорогой друг. Часто мы с вами, батюшка, видимся и в зоне специальной военной операции. Слава Богу, здесь в студии. Мы вот только буквально опять вернулись. Как меняется обстановка за эти месяцы, что мы освещаем деятельность священников-добровольцев? Что происходит? Какие новости в войсках? Как воспринимают? Восприятие священства в зоне специальной военной операции за последнее время очень благосклонно повлияло само священство, которое пребывает там, на наших солдат. У нас уже на сегодняшний день те командиры, которые изначально смотрели на нас вот как-то с таким не совсем доверием, непониманием, сегодня сами находят нас, звонят, просят подъехать, чтобы мы поддержали наших солдат. Особенно штурмовые группы, которые сегодня, ну, если так говорить нашим прямым языком, то есть люди, которые фактически идут на смерть. Вот. Те передовые отряды, которые понимают, что, возможно, из тех там 10-20 человек обязательно кто-то не вернется. Вот. Они очень сильно нуждаются в поддержке священника. Вот. И мы ездим, причащаем. А некоторые даже просто уже отказываются идти, ну, например, в атаку, после того, если их не причащать, не причащают и не исповедуют. Вот. Были у меня моменты, когда наши ребята, они, ну, в принципе, они по духу казаки, они со стерика, вот. Вот. У них образовалась группа такая. Они все в основном верующие люди. И вот они меня нашли. У священника нигде мы найти не могли. Буквально позвонил замполит из 4-й бригады. У нас там работал отец Алексей. Я говорю, ты можешь его выводить? Он говорит, сейчас под криминой, я даже дозвониться не могу. Я говорю, любой ценой просто найди. Вот. Ну, вот они по своей какой-то внутренней связи вышли на отца Алексея. Быстренько поехали. В 12 ночи его привезли. Он их поисповедовал, причастил. И уже в 7 часов, в 6 утра они ушли на передовые края. То есть, по сути, солдаты в большинстве своем большем проценте уже причащаются. Вот даже, кстати, был последний раз в батальоне Сомали, всеизвестный, да, где Гиви был такой вот у нас, который погиб, царство ему небесное. Вот. Мы нас пригласили, просто я даже неожиданно попросили приехать. Мы приехали, вот, поговорили с бойцами. Была часть раненых ребят, часть нераненых. Вот. И мы с отцом Сергиевым всех причастили. Все 100% они причастились, поисповедались. Уже такие моменты есть. Раньше, если там 5-10, там 15-20% из батальонного состава, то сейчас есть моменты, когда, ну, 100%. Да и даже такого раньше, с 14-го года не было. Сейчас уже вот такая ситуация. Все меняется и очень сильно. И в лучшую сторону. Вот. Поэтому вот, слава Богу, что есть у нас сегодня на фронте священники. И благодаря нашему священненачалью, святейшему патриарху, вот, его благословению, сегодня у нас священники идут на фронт. Вот. И, в принципе, хотелось бы больше, ну, как всегда, да. Вот. Сегодня закрыть фронт священниками, вот, теми, кто у нас ездит, конечно, невозможно. Нужно больше и больше священства наращивать. Вот только по 8-й армии я недавно встречался с руководителями. У них нужда очень большая. То есть у них фактически сейчас же все выросло в связи с мобилизацией. Очень много новобранцев и очень много резервов накопилось, которые нужно тоже окормлять. И если раньше, например, бригада была там, ну, 3 тысячи, 2, сейчас до 10-ти, до 8-10 тысяч. А это, ну, соответственно, это количество, это не прихожан. Одно дело прихожане, ты, я уже сколько раз говорил, в городе ты служишь, там, где, или там, поселке 20 тысяч, там, 2-3 процента в храм ходят, и то священнику одному тяжело кормлять. А когда у тебя каждый день ты нуждаешься, виновный солдат нуждается в этом, например, бригаде, а тем более она раскинута по всему фронту, например, одна бригада примерно там от 20 до 30 километров фронтов закрывает. И они все группами по 5, по 3, по 10 человек живут. И это усложняет работу очень сильно священства, потому что там добраться до 5 человек, бывает, уходит полдня, день, выбрать, чтобы безопасно не было, более безопасно, потому что обстрелы постоянные. Священника привезти, потом увезти назад надо. И вот ты ездишь по этим деревням, там же все, везде села, разбитые дома. Там они все в основном находятся в подвалах, ты их даже не увидишь и не найдешь. Какая опасная у вас миссия. Ну вот смотрите, святейший, он же еще обратился не только к священникам, к простым людям, которые, мне кажется, с начала военной операции, они должны были уже мобилизоваться. И те, кто до сих пор не мобилизовались, вызывает много вопросов. Мне на днях рассказал один священник историю. Поженились прихожане, поцерковленные люди, очень верующие, православные. И вот когда был поднят тост за победу России, там половина из тех, кто ходит в церковь и молится ежедневно, они как-то вот стушевались и даже вот и не захотели это особо разделить. Это же поражает просто. Отец Илья, как вы думаете, почему? И что имел в виду святейший? То есть как нам можно мобилизоваться самим и воодушевить таких людей? Мне кажется, не так давно у нас общество было достаточно рыхлым. Каждый как-то в свою сторону думал. И как бывает часто, наверное, всегда в нашей истории такие картины показывают, что люди объединяются перед лицом внешней опасности. Как-то мобилизуются все и вместе становятся, несмотря на то, что многие недовольны, могут быть какими-то вещами, какие-то действительно у людей бывают лишения и горе. Вот в советское время тоже это один из примеров Вторая мировая война. Многие люди были обижены, были серьезно обижены. И храмы закрывались, и семьи страдали. Но тем не менее, когда возникла такая внешняя опасность, страна встала как один на борьбу с врагом. Сейчас тоже есть что-то подобное, очень похожее. И люди как-то еще, мне кажется, во многом в тылу, вот здесь, в Москве, они как-то не осознают, что происходит. Ну, так, какими-то живут, такими своими старыми представлениями. Поэтому, может быть, отсюда возникает такая ситуация, что когда кто-то со всей серьезностью произносит такой тост, то люди немножко не готовы. Потому что это же, понимаете, это же вызов, но не надо серьезно ответить и себе ответить, что ты готов для этого сделать, как ты готов поступить. Или просто заниматься, как и в прошлые годы, своими делами. Или если понадобится дать что-то, время свое, силы, деньги, а может быть даже и жизни. Ну, тут тоже в такую, как бы, пику немножко твоей фразе могу сказать, что, наверное, это скорее исключение из правил, особенно в православной среде, даже в больших городах, более серьезно подвергнутых какой-то там западному влиянию или идеологии. Вот, Елена Александровна, это яркий пример как раз того, что огромное количество православных общественных организаций, приходских, больших и малых частных благотворительных фондов участвуют как раз сейчас в помощи специальной военной операции. Насколько важно благословение первоиерарха, нашего предстоятельства и шпатриарха для этой деятельности? Вы знаете, очень радостно было услышать вот эту проповедь и благословение Святейшего на труды, на благотворительную гуманитарную миссию и на поддержку именно военных. Потому что помощь Донбассу нашей организации союз православных женщин оказывалась еще с 2014 года. И охотно помогали храмам наши женщины, верующие люди, охотно поддерживали нуждающихся мирных жителей. Сложно было собирать и объяснить, что помощь и поддержка нужна именно военным. Это и гуманитарная помощь, это и письма, это и какие-то теплые посылки от верующих людей. И, безусловно, вот эти слова Святейшего помогут нам лучше объединяться и действительно донести вот эту важность поддержки армии до каждого. Потому что многие готовы помочь беженцам, многие готовы помочь детям Донбасса, а поддержка нужна и армии, и они очень в этом нуждаются. Вот когда я привожу гуманитарную помощь, передаю ее военным, все чаще и чаще ребята стали передавать записки, просить помолиться о близких, о погибших солдатах. И, конечно, они, приезжая к ним, передавая помощь, говорят, о, наши православные мамы приехали. Всегда записывают теплые послания, с удовольствием рассказывают какие-то свои новости, делятся всем. И вот такая беседа, тепло военным тоже нужно. И они знают, что верующие прихожане, храмы, за них молятся. И такие встречи очень важны. Поэтому мы ждали этого благословения. И это поможет нам больше помогать нашим военным. Сергей, а вот на ваш взгляд, это действительно так принципиально важно, чтобы военнослужащие в зоне боевых действий, в зоне специальной военной операции понимали, что их поддерживают, ну, все, буквально весь стыл, вся страна? Да, конечно, я считаю, что это очень важно. Более того, с самого начала спецоперации, военной спецоперации, была такая ситуация. Всем вам знакома история про знаменитых гастомельских богатырей, которые совершили невозможное. Они действительно просто совершили настоящий подвиг. И вот когда позднее, слава богу, с живыми ребята вернулись, те, кто с живыми, вернулись, я с ними беседовал. И они говорили, что очень важно было понимание того, что они делают все правильно. Понимание того, что здесь их поддерживают. На тот момент, когда не было связи, и они не знали, как страна к этому относится, было всякое. Внутри были сомнения еще какие-то. После того, как вышли на связь, и узнали, что здесь люди поддерживают, что нам не все равно, что мы с ними, это дает силы. Я скажу точно так же по себе, по своим друзьям, по своим братьям, как мы друг друга называем, о том, что если мы знаем, что за нашими спинами стоят наши родные, наши близкие, наши семьи, семьи наших друзей, то, поверьте, русского человека невозможно победить. Нас, как говорили наши враги, надо будет убить, толкнуть, закопать. И еще после этого мы действительно станем и покажем всем, что мы непобедимы. Знаете, есть такая поговорка, что нет выхода только из гроба. Господь нас, Иисус Христос, доказал, что даже из гроба есть выход. Поэтому, когда мы знаем, что за нашими спинами стоят наши близкие, и они верят в нас, мы непобедимы. Поэтому русское воинство победить нельзя. Это не громкие слова, не пафос. Это доказано поколениями веков, ибо вера православная – это вера воинов. Я всегда об этом говорю, повторяю и буду повторять. Православная вера – это вера воинов. И русское православное воинство, оно непобедимо, потому что, как сказал наш генералиссимус Уворов, с нами Бог. Если он с нами, значит, кто против нас. Как вы думаете, что еще мы можем сделать для страны и для армии? И, может быть, кто-то из наших зрителей сегодня услышит для себя полезную информацию, куда пойти, обратиться. Что делать людям, которые хотят помогать? На самом деле сейчас очень много организаций, которые уже этим занимаются, занимаются помощью. Я не хочу никого рекламировать. И более того, к сожалению, на фоне этих организаций появляются и мошенники, которые собирают деньги, потом просто в целях личного обогащения. Ну, с этими мошенниками разбираются и компетентные органы, и, слава Богу, мы сами тоже с этим работаем. Что могут сделать люди? Не бежать куда ни по пути, а все-таки сейчас, слава Богу, опять-таки, есть возможность информационно все перепроверить, посмотреть по тем же телеграм-каналам, среди которых идет активная работа. И не надо бежать куда-то далеко, в Москву, в Питер. Сейчас по всей стране открываются эти пункты, пункты сбора, и с этим проблем нет никаких, к тому, куда обратиться. Очень много пунктов сбора на базе наших церквей, наших храмов. Я считаю, что самое надежное, конечно, одно из самых надежных – идти в храмы, потому что там вас не обманут. То, что там собирается. И Русская Православная Церковь – это не просто наша вера. Русская Православная Церковь – это еще мощнейший институт, мощнейшая организация, которая по всей стране обладает определенным ресурсом, и именно эти ресурсы помогают ту помощь, которая собирается, доносить по назначению. Здесь не будет никаких спотыканий, здесь все получится. Поэтому, если кто-то сейчас нас видит, смотрит, то пусть прежде всего идет в ближайший храм, а там ему уже подскажут, куда обращаться. Спасибо большое. Отец Петр, вы регулярно и по многу, я свидетель этому, отводите гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Кто ее собирает? Кто ее передает? Вот, например, лично вам. Гуманитарная помощь? Ну, обычные люди, друзья. Вот, в связи с тем, что я там с 14-го года накопилась очень много, большая база наших таких неравнодушных друзей, которые еще с тех времен стали на защиту русского мира, православной нашей веры, против той лжи, которая шла со стороны Запада. Вот, и на сегодняшний день эти же люди, в принципе, и продолжают помогать. Еще много подключается людей, я бы сказал, даже таких, которые, ну, очень богатые люди, которые переживают, строители, вот, у нас в Ставрополе, есть тоже такие люди, которые неравнодушные, и они прям по 500, по 1000 комплектов покупают солдатам одежды, передают, передают обувь, передают разного рода продукты питания, очень много медицины передают. Вот, не всегда, к сожалению, у меня есть на это время, я, кстати, очень много приходится ездить по фронту с миссией, более такой священнической миссией, чтобы там бойцов окормлять, вот, поэтому часто приходится просто уже в телефонном режиме, там, передавать в руки других священников. Кстати, хотелось бы сказать, что очень благотворно повлияла миссия священства, добровольческого, которая поехала в сторону зоны СВО, вот, и тот, вот, что делает Синдальный отдел сегодня, вот, отправляет туда на, даже на краткосрочные командировки в поддержку нашего солдата, священники имеют свои приходы, имеют своих, тоже, неравнодушных прихожан, и вот они, когда побывают, прямо на передовой, они же там их споведуют, причащают, и люди открываются, и они видят, что им нужно. И консолидация, что-то очень большая, то есть священники приезжают сюда, в Москву, там, на свои приходы, и уже говорят прихожанам сам воно, что у нас такая-то, какая-то проблема, у нас есть нужда солдата в том-то, в том-то, в том-то, и тут же прихожане консолидируются, священник, во-первых, тот, который туда поехал, для них уже совершенно другой приезжает, то есть он, как бы, для них он уже герой, потому что он рискует своей жизнью, поехал в зону СВО, вот, и они уже, как бы, более с доверием к нему относятся, и с большим уважением, и они, веря в его, как бы, любого, его просьбу, то есть они сносят, провозят, я уже, как бы, свидетель, есть такие священники, которые уже, там, десятый конвой гуманитарный везут в зону СВО. Вот, они уже сами работают, то есть и поначалу я им, там, помогал, куда-то направлял, говорил, там, в ту бригаду, в ту бригаду отвезти, там, полк тот просит, там, штурмовая группа, там, нуждается в том-то, в том-то. Вот, сейчас они уже наработали сами связи, они общаются напрямую с теми командирами, солдатами, и они уже возят, они лично видят, что это идет в дело, то есть они, никто никого не обманывает, то есть, и вот через это уже идет большая помощь, то есть, помимо духовной миссии, священники еще выполняют очень большую гуманитарную миссию, вот правильно нам сегодня сказали, что о том, что церковь, да, это такой институт, который сегодня в особом доверии у наших граждан, и вот через церковь можно оказывать очень вот такую большую глубокую гуманитарную миссию помощи нашим солдатам, и не только солдатам, у солдат тоже есть и дети, есть жены, у нас есть и вдовы, у нас есть дети-сироты, вот, в частности, перед Новым годом очень большую миссию, там, больше, там, 20 тысяч подарков только со стороны наших священников было привезено, вот, туда, в зону свою, и раздали детям тем, которые нуждались, именно у которых уже нет родителей, то есть, папа погиб на фронте, вот, у тех, у которых погибли родители, вообще, сироты, или те, которые, папа воюет, а мы заботимся об этих детях, поэтому вот тут она, вся вот эта миссия, она очень хорошо чем? Тем, что она в людях просыпается в милосердии, единства, то есть, объединение идет обществу, о чем говорил, как раз, святейший патриарх. Ну, а вот, как вы думаете, отец Илья, все-таки, духовная поддержка, она важнее материальной, или все в равной степени важно? Можно сказать, если человек духовно подавлен, то там, наверное, деньги не помогут, потому что, действительно, у нас на приходе, в том числе, мы помогаем, конечно, и помогаем и фронту, и адресно помогаем, и собираем, и генераторы, вот мы отправляли, и тепловизоры отправляли, но, кроме этого, тоже большое значение имеет поддержка здесь, вот на приходе, тех сестер, жен, матерей, которые приходят иногда в растерянном совершенно состоянии, и им нужно, доброе слово сказать, поддержке, помолиться вместе, помолиться, отслужить молебен, и я вот сам лично служил таких молебенов немало, когда просто приходит и говорит, вот нет связи, очень трудно, давайте помолимся, и как-то и после этого бывало, что и налаживалось, и связь, вновь находили тех своих ребят, которые там на фронте, и как-то приходили с благодарностью, и это тоже важно, на мой взгляд, имеет большое значение. А вот идея как раз тем, чтобы прорастали какие-то неформальные связи между подразделением и приходом, она жизнеспособная, она имеет право на существование? Не сложно сказать, потому что все-таки подразделения могут расформироваться, могут передислоцироваться в другие места, и по идее, теоретически, наверное, да, это возможно. Опять-таки, если получится так, что один и тот же батюшка будет приезжать в одно и то же подразделение, насколько я знаю, это же не всегда получается. Да, священники стараются уже к своим духовным сыновьям, воюющим, приезжать снова туда же, но это не всегда получается, к сожалению. Тест Петр, это возможно? Возможно, в каких-то случаях. Ну, правильно, вот, наш собеседник говорит о том, что да, происходит своего рода ротация, расформировка, вот, но это очень, как бы, редко происходит, почему? Потому что уже как подразделение, если оно сформировалось, оно все равно существует, единственное, могут меняться командиры, то есть, ну, когда ты общаешься со всеми бойцами, там же у них есть средний командный состав, то есть командиры рот, командиры взводов, командиры, там, батальонов, и ты, когда с ними прям общение имеешь, что священники у нас, например, действительно они, если у нас отец Симеон ездит, например, в 2-ю бригаду, он уже все, он едет туда, к ним, вот, в этот там 2-й, 3-й батальон, если отец Лаврентьев, 6-й, там, Мирослав, 6-й полк, значит, он уже приезжает, едет 6-й полк, то есть его там уже ждут, и он приезжает уже с моментарной миссией, плюс привозит с собой там, и даже машины там, загруженные с вещами, со всеми делами, то есть уже не с пустыми руками, вот, и, в принципе, это возможно, да, это возможно, но в каких-то моментах, правильно говоря, что это не всегда может получиться, да, в связи с тем, что у нас фронт, они маленькие на самом деле, и бывает такое, что под Херсоном стоял, например, батальон Барс, его раз на Креме, но это совершенно в другую сторону перекинули, вот, и там связи нету, священник приезжает с ними, не может связаться, и ему вынуждены, а в моментарной миссии, что там 2-3 дня, он больше не может находиться, и он тогда вынужден на каком-то складе разгрузиться, либо кому-то другому отдать, либо еще куда-то, эта сложность есть везде, вот, поэтому у нас, например, в Луганске, два, уже мы арендуем два склада специально, для того, чтобы священники, вот наша миссия, которая приезжает, они прям приезжают туда, выгружаются, машины отправляют сюда, на Москву, или там, на свои парки, а потом у нас там есть автомобили, там 2-3 автомобиля, с финодального отдела, и они уже садятся, и они уже знают, так, они на неделю поехали в батальон такой-то, они загружаются, и поехали, у них уже такая, как сказать, они приезжают, с подарками, со всеми принадлежностями, которые им пообещали привезти, и плюс солдаты, конечно, к ним еще теплее относятся, и ближе, и, как говорится, и больше людей хотят, солдат поисповедаться, и причаститься, и, то есть, разного рода, вот, помощь, она в любом случае нужна, и вот в этом плане, это, в принципе, работает это, оно работает. Елена Александровна, как вы думаете, зачем людям нужна благотворительность, почему им важно помогать? Ну, наверное, такое служение, и милосердие, это, без, без дел, вера мертва, и, наверное, верующему человеку очень важно служить, совершать добрые дела, добрые поступки, и, конечно же, важно это делать под покровительством церкви, вот вспоминали отца Симеона, и, познакомившись с ним, допустим, мне очень легко оказывать гуманитарную помощь, потому что батюшка всегда и посылает свои благословения, и где-то что-то мы собираем вместе, и где-то он для подшефных наших подразделений что-то доставляет, где-то мы можем довезти что-то для окормляемых его бойцов, и так постепенно, занимаясь таким деланием, мы встречаемся на Донбассе и друг друга поддерживаем, поэтому это очень важно, и, когда ты помогаешь, ты понимаешь, что эта война, спецоперация, она не проходит мимо тебя, что ты делаешь все, что ты можешь сделать, ты молишься, ты участвуешь, ты что-то делаешь своими руками, потому что женщины участвуют во всех волонтерских инициативах, и ухаживают за ранеными бойцами, сестры милосердия, и плетут маскировочные сети, и шьют носилки, и это очень важно, и обычно это одни и те же люди, это женщины, которые что-то делают своими руками, женщины, которые собирают гуманитарную помощь, и женщины, которые поддерживают и семьи, и бойцов, поэтому, наверное, это и есть жизнь христианина, такое служение ближнему. Спасибо. Одно из важнейших свойств церкви, нас, как православного общества, это соборность, когда мы все делаем вместе и сообща, и каждый чувствует себя маленькой частью, клеточкой большого живого организма. У нас-то отбирали на протяжении десятилетий, если не сказать, веков, и пытались нас раздробить на маленькие части. Сейчас, как журналист, я, безусловно, вижу, что специальная военная операция поспособствовала тому, чтобы невидимые вот эти нити, такие нервные окончания, они как будто прорастают сейчас через разрозненные клетки. И я понимаю, например, что вы с отцом Петром имеете тоже общего знакомого отца Симеона, и все друг друга знают, все становятся одной какой-то настоящей большой семьей. И слава Богу, что мы это понимаем, слава Богу, что на все на это есть благословение Церкви, и что такое большое количество людей оказывают помощь и участвуют в специальной военной операции, кто как может, кто сам тянет нелегкую солдатскую лямку, а кто молитвой, делом, небольшими или большими деньгами. Мы всех благодарим за каждую лепту, большую или малую, а вас, дорогие гости, за то, что сегодня нашли время пообщаться с нами. На этом, на самом деле, очень важную тему. Далее к нашей традиционной рубрике. Субтитры создавал DimaTorzok